Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые гости этой студии. Сегодня у нас очередное заседание телевизионно-дискуссионного клуба Казанского федерального университета и я его ведущий Рустам Ваффин. Тема сегодняшнего заседания – интернет-торговля, розничная интернет-торговля, перспективы и последствия, перспективы глобальные, национальные и региональные. Поскольку мы находимся с вами в регионе, нас, конечно, региональный аспект интересует особо. Поводом для этого разговора, для этой встречи стало то обстоятельство, что сразу три крупных площадки по интернет-торговле, представленные на отечественном рынке, заявили о старте строительства в Татарстане своих логистических хабов. Представители этой компании сегодня у нас в студии, скоро я вас с ними познакомлю. Но в случае успешной реализации этих проектов, Татарстан превратится в крупнейшую перевалочную базу товаров во всем Поволжье. Что принесет этот статус жителям Татарстана, кто в этом новом и каким он станет, этот новый дивный мир по мере развития интернет-торговли, кто в этом мире выиграет, кто проиграет. Вот об этом мы и поговорим. А теперь я хочу представить наших экспертов. Прошу приветствовать их аплодисментами. И начнем мы с гостей нашей республики. Директор по развитию компании «Валберес» Вячеслав Ивашенко. Вице-президент по логистике и цепям поставок компании «Озон» Андрей Павлович. Руководитель B2B платформы группы компании «Яндекс.Маркет» Илья Неконоров. А теперь наши ВИПы. Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдуганеев. Директор гарантийного фонда Республики Татарстан Тимиргалеев Тимур. Проректор Казанского федерального университета по инновационной деятельности Дмитрий Михайлович Пашин. Заведующий кафедрой маркетинга Института управления экономики и финансов КФУ Наталья Каленская. Наталья Валерьевна. И у меня есть два гостя, которых лично я пригласил, потому что это представители нашего бизнеса татарстанского. Их продукцию я лично покупал в интернет-магазине «Валберес». Она мне очень нравится. Это представители Кукмурского завода металлопосуды Айдар Рашитов и Булат Загидулин. Вот они сидят скромно. И первый вопрос, который я хочу задать Фариду Султановичу, министру экономики из публики Татарстан. Как вам удалось заманить наш солнечный Татарстан этих грантов интернет-торговли? Каким калачем и каким пряником? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность здесь собраться. Мне очень приятно выступать перед студентами Казанского федерального университета, перед нашими участниками. Да, действительно, вопрос очень важный. И я бы его немножечко по-другому. Почему только сейчас компании, которые действительно лидеры интернет-торговли, только сейчас вышли на рынок Татарстана? Я бы его так на самом деле назвал. Потому что, говоря о Татарстане, я буквально как, если мне позволить, как министру экономики озвучить несколько цифр, предпосылок для выхода таких игроков на рынок Республики, на рынок даже где-то по Волжье, я бы их привел. Это, в первую очередь, валовый региональный продукт Республики Татарстана – 2 триллиона 440 миллиардов рублей. Из них высока доля нашей опытовой торговли. Я приведу еще одну цифру. Оборот розничной опытовой торговли Республики Татарстана составляет 917 миллиардов. Без малого 1 триллион рублей. Когда мы анализировали ситуацию на рынке Татарстана с торговлей и с интернет-торговлей, тут перед нами было несколько аспектов. Первое – готовы ли мы для этого. А второе – как мы представлены с интернет-торговлей, если сравнить себя с общероссийскими показателями. Готовность – это транспортная инфраструктура, цифровая, логистическая. И когда мы оценивали свои возможности, инвестиционную привлекательность Республики Татарстан, мы шли к этому, конечно же, на протяжении нескольких десятков лет. Это одна из парадигм, доктрина политическая, которую проводится в Республике Татарстан, в том числе по поддержке работы с инвесторами. Вы знаете, Татарстан традиционно в лидерах по инвестиционному климату в России и по объему привлеченных инвестиций. Вот только за прошедший год свыше 600 миллиардов рублей было инвестиционно в основные средства. И одно из доктрин – это формирование промышленных парков, промышленных площадок, у которых у нас на сегодня в Татарстане сосредоточено, по данным Ассоциации промышленных парков, более 10% от всего объема Татарстана. А у нас их на сегодняшний день 90%. Поручение президента рисует Татарстан как идеолога развития в этом направлении, чтобы их довести в следующем году до 100%. Резидентам промышленных площадок оказывается особое внимание, но узкой поддержки именно логистики или интернет-торговли, как таковой, ее на сегодняшний день нет. То есть это для нас новый вызов. Мы к нему были уже отчасти готовы, но заточить этот инструмент поддержки именно интернет-торговли нам еще предстоит, в том числе с ведущими игроками интернет-торговли. Какие у нас здесь есть инструменты? У нас есть территория, опережающая социально-экономическое развитие, очень интересный инструмент. Пять ТАСЭР или ТОР, их называют, в Республике Татарстан открыты. Больше их не будет, потому что принято решение правительством Российской Федерации, что больше территории, опережающей развитие, открываться не будет, только лишь дальневосточного типа. Мы находимся здесь и сейчас, в Поволжье. И лучшее из них, что мы можем взять, это, конечно, преференциальность по налогообложению. В частности, у нас есть такой ТОР, территория опережающего развития Зеленодольск, на территории которой открыта промышленная площадка с одноименным названием. И ряд компаний уже для себя остановили выбор расположения именно здесь. Это первая у нас здесь вышла компания X5 Retail. Мы ее знаем как «Пятерочка», далее компания «Озон» и вот сейчас компания «Вайлдберрис». Безусловно, условия работы на этих площадке, они очень удобны, плюс умножаем это на ту поддержку инвестора, которая планомерно проводится в Республике Татарстан. Что нас подвигло на то, что мы здесь видим действительно большой рост? Я хотел бы привести цифру, которой приводит Егоровский институт. Они говорят, что до 2024 года рынок интернет-торговли вырастет в 2,37, ну, грубо говоря, в 2,5 раза. Это сумасшедший рост. Это тот драйвер и локомотив роста, который мы пропустить просто не можем. И где находится Татарстан в этой системе? Оказывается, в Российской Федерации доля интернет-торговли составляет 1,7%, а в Татарстане 1,3%. Может ли это быть картина в регионе, где все создано для развития этого рынка? 88% территории Татарстана обеспечено сетями 4G. Если мы возьмем 2G и 3G сотовую связь, то 97% населения охвачено этой сетью. У нас, как в одном из пилотных регионов, в двух зонах появилась система 5G. Это уже следующий порог. Это IoT, Internet of Things. Мы даже сейчас пока в ней нет необходимости для реализации этого инструмента, но и здесь мы делаем первые успешные шаги. Великолепные дороги, великолепные условия для развития логистики. Значит, мы здесь вот видим тот локомотив, который мы не имеем права не использовать. Когда мне задают вопрос, что же нас ожидает, что произойдет после того, как крупнейшие игроки выйдут, не только крупнейшие, и ряд других. Тут, вы знаете, наверное, принцип порядка 20% игроков, 80% рынка, но мы никого не должны забыть. Мы должны для всех обеспечить равные конкурентные условия. Безусловно, это мы почувствуем уже очень скоро. В первую очередь, это почувствуют наши предприниматели, которые получают для себя новый совершенный инструмент доступа на рынок путем продажи своей продукции. Ну и, конечно же, татарстанцы, которые получат возможность покупать необходимый товар, сэкономив деньги. И, наверное, один из важных аспектов – получать его быстро. Вот эти задачи, которые стоят и перед нами, как перед Министерством экономики Республики Татарстан по обеспечению соответствующих условий жизни для татарстанцев, и перед полномочным органом, который отвечает за деятельность малого и среднего предпринимательства Республики. Мы вот таким образом эти задачи расшиваем. Спасибо. Теперь у меня вопрос к нашим экспертам, заклятым друзьям и закадычным конкурентам. Почему вы пришли в Татарстан? Почему этот выбор… Здесь есть Самара, есть нижние, процветающие центры, есть более дешевые с точки зрения уровня жизни региона, типа Йошкар-Орла, которая тоже близка к Казани. Есть Уфа, это тоже относится к Поволжу. Почему именно Татарстан? Почему вы втроем пришли сюда и, по сути, на одной маленькой площадке, отталкивая друг друга, попихивая бочками, пришли к нам в эту республику? И что это нам принесет? Кто первый желает? Давайте с левого ряда по числовой стрелке пойдем. Смотрите, на самом деле, сказал сейчас Фурид Султанович, все верно, в Татарстане сосредоточены экономические зоны. И Татарстан полностью готов с экономической точки зрения. И он глубоко логистически располагается и обладает действительно хорошими земельными ресурсами для того, чтобы построить здесь большой логистический комплекс. Но если говорить, что это даст Татарстану, в первую очередь, естественно, это даст рабочие места, потому что по нашим планам мы хотим поставить где-то 100 тысяч квадратных метров по полу, что даст приблизительно 5 тысяч рабочих мест. Это компания «Волгресс». Правильно понимаю? Вот. Плюс, естественно, это упразднит косты по логистике для предпринимателей. Почему? Потому что не нужно будет доставлять товары в Московскую область, в Подольск, где у нас хаб стоит. Это будет достаточно просто. Довести просто товар до Зеленодольска. Дальше мы уже самостоятельно его переправим на все наши склады и в зависимости по регионам, в зависимости по заказам. То есть мы будем ближе, мы будем доступнее и с нами будет работать еще проще, чем сегодня. Поэтому пришли к тому, что это да, действительно будет Татарстан. Есть что добавить в компании? Со стороны компании «Озон». Первое, наверное, что хотелось бы сказать, в том, что мы уже здесь есть, мы делаем продажи, и мы видим тот потенциал, ту востребовательность онлайн-торговли, которая происходит в регионе. Это, безусловно, очень большой регион, очень важный регион. Как сегодня мы утром говорили, что если взять циркуль, поставить его у центрального почтампа и провести радиус тысячи километров, это практически 50% населения. Это огромное количество граждан нашей страны. И создавая инфраструктуру здесь, мы сможем, скажем так, это большое количество населения фактически охватить очень быстрой доставкой, очень широким ассортиментом. И это первый фактор. И, безусловно, второй фактор, который бы я хотел отметить с своей стороны, что, безусловно, все те условия, которые были созданы правительством республики, они, скажем так, нас очень сильно подтолкнули к тому, чтобы сделать быстрые шаги и бежать-бежать вперед. Вот, наверное, там таких два больших фактора в дополнение к коллегам. У вас есть своя реплика к этому вопросу? От, соответственно, группы компаний Яндекс.Маркет мы, как и наши коллеги, развиваемся в основном сейчас. Мы понимаем, что основные драйверы развития – это расширение нового географического покрытия. И из-за этого, а в частности из-за того, что мы понимаем, что сейчас российский e-commerce растет на 20% в год к году, а e-commerce на 40% в год к году, по нашим данным. Ну, мы видим, что доля e-commerce увеличивается, и вот сейчас, как было правильно сказано, меньше 5%, сильно меньше 5% составляет от всего оборота торговли в России. Но вот вместе с тем, что растет эта доля, растет и, собственно говоря, растут обороты, ну вот если брать абсолютные выражения, в абсолютном выражении числа, обороты e-commerce в России, и вся Россия в среднем растет на 20% по нашим данным. Плюс-минус в зависимости от года, за последние годы. Татарстан на 40%. То есть в два раза здесь выше темпа прироста по интернет-торговле? Да. Знаете, у меня такой вопрос. У вас тоже будет свой хаб здесь? Он где будет расположен? Мы рассматриваем сейчас разные варианты, пытаемся прикинуть, что наиболее оптимально. То есть пока у вас еще место не определено? Да, у нас открылся склад в Ростове, и в том году мы сейчас анализируем результаты его работы, смотрим на какие-то лучшие практики, пытаемся понять, когда ли оптимально действовать. Сколько рабочих мест этот хаб ваш принесет Татарстан, если он будет построен? До полутысячи примерно. Полутысячи. Это будут, кстати, вопрос тоже к Валберсу и вопрос к Озону, к Андрею. Это рабочие места, это грузчики? Все на самом деле. Или это скоплачиваемые рабочие места? Это будут и административный персонал, естественно, то есть управление складами, управление отделами, подразделениями. Это будет рабочий персонал, это грузчики, сборщики, комплектовщики. Естественно, это будут водители, потому что часть автопарка будет перенесена и будет осуществлять логистику уже непосредственно отсюда. Можно сказать... Да, я добавлю своей стороны. Там, безусловно, те цифры, которые мы говорили, это порядка двух тысяч человек, это абсолютно различных профессий. Это в том числе и экспертные профессии, потому что, безусловно, это будет и тот персонал, который работает на складе. Но еще раз, наверное, хочу отметить, что это и экспертные профессии, и это, когда мы говорим про данных людей, это та часть, которая связана непосредственно с производственно-складскими комплексами. Но дальнейшее развитие цепочки и магистральных перевозок, и последние мили, это, на самом деле, значительно большее количество людей, которые будут вовлечены в этот процесс. И там уже будут добавляться абсолютно различные профессии, абсолютно, как сегодня уже было сказано, что и про самозанятых. Фактически развитие последней мили, последней мили в цепочке доставки, оно будет развивать в том числе и, скажем так, малое и среднее предпринимательство в республике. Андрей, у меня к вам вопрос, который я хочу задать тоже. Это где у вас будет расположен центр или еще не определено место? Нет, у нас уже определено место, фактически у нас будет располагаться в Зеленодольске, в Тосере, в зоне, и мы уже, скажем так, активно двигаемся в развитии этой площадки. Сколько у вас рабочих мест? Две тысячи рабочих мест. То есть, Валберс пока чемпион вашей. Кстати, у вас где будет расположена площадка? По соседству. Вы там тоже будете бочком толкаться. Хорошо. Фарик Султанович, у меня, кстати, вопрос к вам возник. Вот нам представители интернет-бизнеса сказали о том, что объяснили, сколько будет рабочих мест создано. По сути, речь идет о порядке 8 тысяч уже обозначено. При этом большое преимущество получат, скорее всего, наши предприниматели, которые занимаются производством. Но при этом предприниматели не ограничены производством. Предпринимательство, в том числе и торговля. И торговля очень важный сектор, очень человекоемкий сектор. Не может так случиться, что тот малый-средний бизнес, который сейчас занят торговлей, он пострадает с развитием наших друзей, гостей, с их бизнесом. Спасибо большое за вопрос. Действительно, преобразования на рынке неизбежны. Мы это с вами видим. И даже за новейшую историю меняется и портрет предпринимателей, и структура занятости в малом-среднем бизнесе. И вот это очередной вызов. Очередной вызов, он требует в первую очередь рост производительности. Безусловно, где-то идет у нас замена тех или иных технологических процессов, цифровизации, доставка, оптимизации затрат. Это всегда двоякая картина. С одной стороны, удобство, с другой стороны, высвобождение рабочих рук. Действительно, этот процесс неизбежен. Что мы должны сделать? Мы, зная эту ситуацию, прогнозируем, должны быть к ней готовы. Это и подготовка соответствующих кадров. Вот сейчас прозвучала цифра 7,5 тысяч. На самом деле, это не 7,5 тысяч, это будет больше. Мы должны подготовить гораздо больше специалистов. Не каждый готовый специалист сможет найти и здесь работу, и не каждый из них будет принят на работу. Мы должны к этому процессу быть готовы. Причем очень быстро. Если мы говорим, что компания «Озон» – это второй квартал 2020 года, компания «Вайлдберс» – третий квартал 2020 года. Время пройдет очень быстро. В учебный год, как уже знают студенты, он уже начался. Пускай здесь не полный цикл, модульная система обучения, где-то переподготовка займет 2-3 месяца. Но, тем не менее, мы уже сейчас должны это делать. Также и должно быть готово и предпринимательство. Безусловно, все транзакционные издержки, касаемые не только доставки или формирования для отправления пакета, набора продуктов, они приведут к оптимизации. Причем, вы знаете, спектр товаров, он тоже существенно растет. Вот мы были на Тверском хабе у компании «Озон». Для меня было неожиданно, когда я увидел, что с ленты, с которой 300 тысяч единиц товаров уходит ежедневно, там на ленте, на конвейере была 5-литровая бутылка с водой. Я задал, конечно же, вопрос, неужели кто-то заказывает? Конечно, заказывает, потому что удобнее, потому что дешевле, потому что быстрее. Все это приводит, конечно, к некоторым виду изменения рынка. И наша задача, как органы исполнительной власти, находить новые ниши для предпринимательского сообщества. Именно поэтому большой синергетический положительный эффект для предпринимателей даст формируемый маркетплейс каждым из, в том числе, из этих компаний. У наших татарстанских производителей будет преимущественно право, потому что оптово-распределительный центр, центр приемки их товаров, он будет находиться здесь, на территории Республики Татарстан. Но и там окно возможностей, оно очень и очень небольшое, непродолжительное, потому что рынок, он стремительно заполняет все открывшиеся возможности, все ниши. И вот именно сейчас, благодаря тому, что такая возможность открылась, мы должны какую помощь оказать для предпринимательства? Мы должны их подготовить к выходу на этой рынке. Это и их маркетинговая политика, это и их обучение, это стабильность осуществления поставки, это упаковка их продукции, упаковка в таком виде, чтобы она соответствовала запросам покупателей, в том числе, благодаря тем новым каналам продаж. Безусловно, это затребует от наших предпринимателей некоторых инвестиций и временных, и финансовых. Но для тех, кто первым выйдет на этот рынок, мы, конечно же, очевидно, что они будут более успешны. Спасибо. Скажите, у меня опять вопрос к представителям онлайн-площадок. Можно ли сказать, сколько в вашем гигантском списке товаров, которые через вас проходят, товаров, которые произведены в России и, возможно, в Сарстане? Это может кто-то сказать сейчас? Ну, посмотрите, если говорить про Элберис, на сегодняшний день в целом 16 тысяч поставщиков. 9 из них – это малое и среднее предприятие. 9 тысяч? Да. Из этих 9 тысяч – 6 тысяч товаров российского производства. 6 тысяч поставщиков. Плюс сейчас мы смотрим на тенденцию. Буквально на прошлой неделе мы запустили полностью готовую форму взаимодействия с самозанятыми. То есть полностью человек, если обладает статусом самозанятый, то есть имеет налог на профессиональный доход, он может смело уже становиться нашим поставщиком, подтверждая, что он сам производит. Мы сейчас хотим посмотреть динамику, как пойдет. Со стороны компании Озон, я, наверное, скажу там тоже ряд цифр. У нас в настоящий момент времени, наверное, мне будет очень сложно сказать прямо вот конкретно, скажем так, до единицы цифры, но у нас сейчас порядка 15 тысяч селлеров. И большинство, мажоритарное большинство селлеров – это, скажем так, именно российские компании, которые там в том числе… Это российские компании, которые в том числе и производят российские товары. И если говорить с точки зрения ассортимента, то это примерно порядка, наверное, около 15-20% ассортимента всей компании. Это как раз тот ассортимент вот этих 15 тысяч локальных селлеров, которые присутствуют на нашей площадке. Это там приблизительные цифры. Ну, я скажу, во-первых, нужно понимать, что у нас в группе компании Яндекс.Маркет есть два больших бизнеса. Сейчас это, собственно, Яндекс.Маркет, сервис сравнения цен, наверное, все присутствующие здесь им пользовались. Есть Marketplace.Beru, который очень похож на, собственно, магазины, маркетплейсы, которые наши коллеги строят вместе с нами, развивая индустрию. На Яндекс.Маркете сейчас больше 25 тысяч продавцов. Это гигантская цифра. Это, на самом деле, почти там больше половины продавцов. В стране крупных, тех, на которых можно равняться, больше 200 миллионов предложений. Это не так принципиально. Важно то, что Marketplace.Beru, который сейчас мы только начинаем развивать, он пока же средотачивает в себе около 3 тысяч продавцов и, соответственно, там сотни тысяч предложений. Это небольшая часть. Важно, значит, по поводу локальных товаров. Категории, в которых мы традиционно сильны. Электроника, бытовая техника, товары для дома и дачи, детские товары. Это все, к сожалению, и это наша с вами общая, наш с вами общий вызов, в основном преобладают в этих категориях товары иностранного производства. Это надо признать. И именно технологии автоматизации, то, о чем сейчас мы говорили, могут позволить использовать как рычаг это и сосредоточиться на создании конкурентных продуктов. У малого, у среднего бизнеса, у малого среднего бизнеса гигантское количество головных болей. Он не должен заниматься логистикой, он не должен создавать свой сайт, он не должен заниматься хранением. Это все совершенно спокойно сделают за него гиганты. Он должен сосредоточиться на создании конкурентных продуктов, которыми должен завоевывать рынок. И именно таким образом, за счет того, что логистику, доставку, в смысле и хранение, и доставку, создание высококонверсионной площадки, на которой не нужно вводить день рождения бабушки для того, чтобы совершить заказ. И другие участки бизнес-процесса предпринимателя возьмут на себя крупные компании. А он сосредоточится на том, что он делает лучше всего, создание продукта, конкурентного продукта. Примерно так. Вот в связи с этим у меня вопрос к представителям нашего бизнеса. Это производители, это, наверное, средний бизнес, можно было бы обозначить. Это компания, представителям Кукморского завода металлопосуды. Как вы относитесь к идее о том, чтобы вам не нужны собственные интернет-магазины, вам не нужны собственные склады, вам не нужна собственная логистика, когда все за вас сделают товарищи, у которых гранты, большие-большие гранты? Это, конечно, сложно ответить, потому что мы можем сами на этом заработать какое-то количество денег, не отдавая вам. Но при этом, если мы согласимся, допустим, с вами работать, это, конечно, нам будет намного легче, потому что, как вы сказали, будет меньше головной боли. И тут нужно смотреть, на самом деле, от предприятия. Пока что мы развиваем свой интернет-магазин. В вашем интернет-магазине продажи… Почему я обращался к вам? Потому что я купил на Валберес вашу посуду, кстати, замечательная посуда, которую рекомендую всем жителям нашей страны, пускай у вас растут продажи. Можно ли сравнить продажи в вашем интернет-магазине, продажи в торговых сетях, обычных, традиционных? И вот сейчас компания Валберес, может быть, на Озоне у вас тоже есть, потому что я не знаю, я на Озоне не видел. Какие объемы там, 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 вот на этих трех позициях? И где они растут, где падают, и где растут быстрее? Может, об этом можем поговорить? Да, там правильно, наша продукция есть на крупных торговых площадках, как Вальберес, Озон. Получается, наши оптовики покупают у нас и предоставляют нашу продукцию в данных интернет-площадках. Нам, как канал сбыта, как дополнительный канал сбыта, это выгодно, но в первую очередь надо посмотреть условия, посчитать экономику, после этого только можно ответить на этот вопрос однозначно. А вам выгодно, что то, что от вас, ну, по сути, там, меньше 200 километров появится три, ну, два уже точно, Яна Смарк, наверное, тоже три больших хаба, куда вы можете там возить свою продукцию? Да, как дополнительный канал сбыта, да, выгодно будет. А в связи с развитием интернет-торговли, насколько расширилась география вашей продажи вашей продукции? Можно это сказать? Откуда заказы, условно говоря, на вашу продукцию? Или вы не отслежите, не видите? Мы сами работаем по всей России, заказывают также Москва, Новосибирск, по всей России доставляем. Это было связано с развитием Инна через интернет, или к вам приезжают оптовики, закупают и свои магазины раздают? Оптовики через оптовиков. То есть они приезжают прямо в фурме, грузят, отвозят. То есть через интернет-торговлю вы не видите, какого-то такой подвижки большой у себя продажи. В первую очередь оптовики. То есть и там, и там оптовики. Посредники, скажем так. Да. То есть они снимают часть своей маржи. Министр обороны США Макнамара очень любил говорить своим сотрудникам в разговорах, что дилетанты в военном деле изучают тактику, любители стратегию, а профессионалы логистику. Я думаю, что эти слова каждый вас поддержит, потому что все понимают, что современная интернет-торговля – это логистика. А вот в связи с этим, насколько Тарстан интересен как центр распространения товаров? Ну, я, наверное, от себя начну, коллеги продолжат. Как уже ранее сказал в том, что и как регион с большим населением, безусловно, это очень большой приоритет для нас. В целом, если мы посмотрим на все логистические, скажем так, пути пересечения и формирование непосредственно фулфилмент-центра, формирование большого ассортимента здесь, оно позволяет ускорить сроки доставки и в соседние регионы в том числе. Соответственно, это логистически очень важный опорный регион с точки зрения дальнейшего движения и на юг, и дальше на восток. Поэтому, скажем так, если говорить с точки зрения логистики, это очень важная опорная точка. Не надо забывать, что все-таки в логистике еще присутствует большая доля необходимых квалифицированных людей, в подготовке которых, соответственно, Тарстан принимает самое активное участие. И образовательные проекты, которые обсуждаются сейчас с Иннополисом, в том числе могут помочь заполнить эту нишу, потому что, на самом деле, для очень большого количества предпринимателей в России сейчас квалифицированные сотрудники — это огромная проблема. Я думаю, коллеги меня поддержат. И, собственно, в этой части, в том числе и в логистике, подготовка кадров — это важнейшая часть, очень хорошо и, собственно, очень-очень правильно, то, что Тарстан на этом концентрируется. Вы можете даже обратиться к нашим студентам, которые, возможно, придут работать к вам. Какими они навыками и компетенциями должны обладать, чтобы в этот дивный мир интернет-торговли розничной и оптовой прийти, к кому обращаться? Вот у вас есть потенциальные... Вы затронули, немного затронули тему автоматизации. Я услышал такой своего рода страх в этом вопросе, значит, что роботы нас всех заменят, и мы все станем их рабами. На самом деле, конечно, это не совсем так. Я в своей профессиональной деятельности был плотно связан с алгоритмами автоматизации, с машинным обучением. Сам занимался этим. И могу вам сказать, что машинное обучение, алгоритмы, вся автоматизация, роботизация, она, как правило, устраняет рутинную работу, оставляя, собственно, простор деятельности для тех задач, которые очень сложно автоматизировать. Если ваша деятельность подвержена, ее можно оптимизировать каким-то алгоритмом, срочно меняйте это, потому что это очень-очень плохая область, в которой нужно быть. Нужно быть в тех областях, которые очень сложно поддаются алгоритмизации. Какие навыки? Общая адекватность, совершенно точно. Знание одновременно и, скажем так, гуманитарный, я не очень люблю это слово, то, что называется liberal arts, и математической части одновременно. Очень сложно работать с человеком, который четко заточен на математику, очень сложно работать с чистым гуманитарием, нужно балансировать. Умение принимать рациональные решения, умение понимать, что за долгие годы эволюции в нашем мозгу накопилось большое количество несоответствий в соответствии с тем контекстом, в котором мы живем. И есть большое количество искажений в нашем мире когнитивных, которые заставляют вас принимать решения, которые вы на самом деле не должны принимать. Ну и, разумеется, желание работать как можно больше, привносить пользу в этот мир и получать удовольствие от этого. Вполне возможно, кто-то сидящий в этом зале или находящийся за пределами, но на территории Казанского университета будет работать и у вас. Это будут ваши сотрудники, возможно, они поднимутся и до ваших начальников, а возможно, и до владельцев. В связи с этим у меня вопрос еще к представителям Казанского университета, как мы готовим наших подрастающих поколений к вот этому дивному миру интернет-торговли. Я позволю, да, себя? Да, 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 у нас... Смазванцев нам не надо, командиром буду я. Ну, я еще раз представлюсь, я завкафедрой маркетинга Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета и хочу сразу сказать, вот вопрос я не поняла, почему вы выбрали Татарстан, а где еще-то? Значит, уже второй год подряд мы готовим специалистов логистику управления с пиами поставок. С этого года мы сделали набор на направление коммерции и сетевой ритейл. Господа, you are welcome. А теперь по поводу, вот мне очень понравилось, как Андрей Игоревич сказал про маркетинг last mile, это сейчас большая боль, потому что вот спикеры все говорят по предпринимателю, предпринимателю, но мы забыли самую главную вещь. Здесь больше всех, и среди спикеров уважаемых тоже, это потребители. И вот к вопросу о потребительской ценности, ведь если мы с вами возьмем целевую аудиторию онлайн-торговли, по сути дела это 20-30 плюс. А если мы обратимся к статистике, то основной потребитель ритейла это 50-60 плюс, господа. И вот то, что связано с онлайн, это прежде всего, это даже уже не конкурентное преимущество, потому что мы уже все заточены на цифровизацию. Это круглосуточное совершение сделок. Вот где заложена основная потребительская ценность. И вот совершенно, я просто издали не вижу имена и фамилии наших уважаемых гостей. Вот я со своей стороны хочу сказать, когда пришла идея именно вот, кстати сказать, мы очень долго обсуждали наш учебный план с Борисом Нейманом Алибаба. И мы прямо по пунктам изучали, какие же компетенции должны сопровождать наших выпускников Казанского университета, для того, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. И действительно, очень много зависит от человеческого фактора. Автоматизация, алгоритмизация процесса управления ритейлом, это очень все здорово. Но где же вот это последнее мили? Можно в три клика купить любой продукт, от пятилитровой бутылки воды до автомобиля Феррари, но а кто вам ее привезет? Я не буду сейчас называть бренд, все мы хоть раз в жизни кто-нибудь с интернет-магазином и имел дело негативного опыта, когда в три клика мы совершаем покупку, потом звонит представитель доставки и говорит, когда вам удобно ее привезти с 9 до 18. Ему говорят, что извините, я не могу, и так далее, и так далее. В результате мой личный опыт свелся к чему? Я сама приехала на склад, я сама забрала, в результате я передала большой привет экспедитору, доставщику, курьеру. Человеческий фактор вот он где. В три клика транзакция, но доставка была обещана 10 сентября, а я ее со склада самолично на своем автомобиле увезла 21 сентября. Вот вам последнее мили. Можно сделать прекрасную инфраструктуру, можно подготовить кадры, но есть момент, когда потребитель голосует своим кошельком. И сейчас потребитель, он страшно циничен, и он за свои 400 рублей 58 копеек, он производителя выжмет на износ. Он это будет отжимать. И спрашивать, да, вот 24 часа онлайн-торговля, в час ночи вы мне пиццу привезете? Конечно. А вам скажут, нет, мы работаем. До 6 часов. А дальше за дополнительную плату. И вот, отвечая на вопрос, кого мы готовим, мы готовим тех универсальных специалистов, которые и с помощью математического аппарата отцифруют всю технологическую линию процесса ритейла, и еще найдут общий язык с любым клиентом, начиная от тети Клавы со второй автобазы, заканчивая министром экономики Республики Татарстук. Спасибо большое. Один из смыслов, на мой взгляд, один из смыслов интернет-торговли, это исчезновение посредников, или цепочка посредников сокращается. И по мере развития, я могу ошибаться, и вы меня поправите, если я ошибаюсь, и по мере его развития у нас появится мир, в котором количество посредников будет все меньше и меньше, ну и в идеале они исчезнут, то есть, ну, будет через алгоритмы работать определенная, и логистика. А в связи с этим, у меня такой вопрос, не получается ли так, что развитие интернет-торговли очень выгодно странам и обществам, где очень разное производство? Там, в случае, это Китай, мне кажется, потому что фабрика мира, сейчас Китай. И это не так выгодно государствам, где производство слабее, дороже, менее экономически выгодно, по многим причинам. Так ли это? Попробую начать. Ну, ответ, короткий ответ, нет, совершенно не так. Фабрика мира Китай, тем не менее, крупнейшие компании с крупнейшей капитализацией, наших, значит, заклятых партнеров, и их бренды, и их продукция, несмотря на то, что она производится в Китае, все равно принадлежит им. Основная наценка в этой продукции – это маркетинг, а не производство. Поэтому нужно учиться делать и производство, без него никуда, потому что рано или поздно баланс смещается в сторону производства, и ты вынужден как бы следовать условиям, которые тебе диктуют, поэтому нужно эту часть развивать. Но ни в коем случае не надо забывать про маркетинг, ни в коем случае не надо забывать про создание продукта в голове пользователя такого, который ему не только нужен физически, но и который его привлекает эмоционально. Мы все очень сильно зависим от эмоций, и создание качественных продуктов – как раз то, что должны делать предприниматели, лучше всего. Еще раз повторюсь, да, мы возьмем на себя все остальное. Вот продукты мы не умеем создавать, это умеете только вы, и это очень нужно нам всем сейчас в России. Вы сказали про, по сути, две страны, то есть Америка и Китай, которые одни производят айфоны и интеллектуальную собственность, которые наценки, которые там имеют, и Китай, которые являются как раз сборочным цехом мира. А я имею в виду вот чего. Когда в 90-м году случился в стране кризис, и по оценкам многих экономистов, спасла страну и очень многие семьи, домохозяйства, именно торговля. Да, это были челноки, это был ужасный труд, но тем не менее он приносил какие-то деньги. Это были люди-посредники. Любая торговля поглощает гигантское количество людей, и есть мнение, что торговля может съесть все. То есть вот этот обмен товарами, и в итоге откуда ни возьмись, появляются дополнительные деньги в этом обществе за счет скорости обращения. Не случится ли так, что по мере развития интернет-торговли по мере исчезновения торговли традиционной мы ставим в такой пустыне, у нас упадут налоговые сборы. Потому что что такое традиционные магазины? Это же налоги в том числе, арендная плата, строительство помещений, которые в каждом своем маленьком городке, маленькой деревне, это строится, делается, это собираются налоги в местный бюджет. А когда появляются такие крупные монополисты, которые собирают сливки с прибыли на какие-то глобальные центры, не получится ли так, что у нас в итоге окажется выжженная пустыня? Возможно, не в Сатарстане, потому что если мы в Сатарстане заводим сюда хабы, заводим сюда центр перевалочной базы, то мы найдем рабочие места, эти люди будут получать зарплату, эти люди будут платить налоги, и в итоге у нас будет даже выигрышно, возможно, но в окрестностях будет выжженная пустыня. Такое не может случиться? Я продолжу, наверное, присоединись к Илье, в том, что первый момент, любому сильному государству нужна сильная экономика, и производство – это часть сильной экономики. То, что фактически мы все делаем, мы много очень говорим, конкуренты, конкуренты, но мы все в целом делаем, наверное, одну вещь, мы, делая ИКОМ удобнее, доступнее, помогаем развиваться производственной части среднего бизнеса, маленького бизнеса, экономики нашей страны. И в этом основная задача, основная ценность. Наличие хаба, безусловно, это большой плюс, потому что это оптимизирует логистику, и прежде всего оптимизирует логистику для региональных производителей, повторюсь, малого и среднего бизнеса. Было очень хорошее обсуждение, связанное с тем, когда производители говорили про то, что основные каналы продаж происходят через оптовиков, но здесь очень важно понимать, в том, что большинство оптовиков – это не конечная точка достижения потребителя, потому что оптовики, как правило, возят в розничные точки, в розничных точках делается также своя наценка, и к конечному потребителю через несколько цепочек добавляется определенная добавленная стоимость. Создание инфраструктуры и создание той технологии, о которой мы сейчас говорим здесь, оно позволяет фактически от производителя, минуя всех, все цепочки, используя так называемую логистическую трубу, в которую входит товар и доходит до конечного потребителя, быстрым, наиболее оптимальным и дешевым способом доставить этот товар к потребителю. И здесь я, наверное, еще хотел бы сказать следующую вещь. Вот была дискуссия в отношении того, что не убьет ли, нужно ли останавливать свой интернет-магазин, не нужно, нужно ли останавливать свою логистику и так далее. Мне кажется, этого не нужно делать ровно по одной причине. Если мы, как компании, которые могут делать эффективную логистику, сделаем это лучше, эффективнее и дешевле, ответ будет сам собой. И наша задача сделать логистику, сделать физику логистики, доставки товара от производителя к потребителю наиболее эффективно, наиболее быстро. И здесь все в конечном итоге определит то, что мы сможем сделать или это сделает кто-то другой лучше. На самом деле вопрос такой достаточно очень обширный, многогранный. Просто, во-первых, да, я, естественно, соглашусь с коллегами, но еще есть одно ное, если мы говорим именно про посредников. Тенденция на сегодняшний день такова, что посредники действительно медленно, но верно уходят на нет. Почему? Потому что все больше и больше количество производителей понимает, что это не так уж и сложно взять и взаимодействовать напрямую с нами, с коллегами, с партнерами. На самом деле это достаточно просто. Это оптимизируется логистика, потому что ни для кого не секрет, что в России дорог немного, направлений много. И доставить очень быстро по всей территории страны это надо на самом деле уметь. Просто вот, ну, например, у нас автопарк составляет порядка там 260 на сегодняшний день цельногрузовых машин. То есть это 90-120-кубовые фуры, которые курсируют просто по всей стране 24 часа в сутки без остановки. И я так думаю, что если настроить любому производителю такую же логистическую цепочку, она ему очень дорого встанет. Вопрос отсюда, да, то есть посредник, по моему мнению, опять же, оно может быть и субъективно в этом случае, да, посредник уберет отчасти некоторые затраты, в том числе и зарплатные, на сотрудников, которые будут ввести нас, Озон, Яндекс, еще любые другие площадки. Но при этом при всем увеличится маржинальность и присутствие товара. Опять же таки, если говорить про розницу, в крупных городах ничего с ней не произойдет. Розница, как была, она так и останется. Почему? Потому что все равно остался очень большой пол потребителей, которые действительно любят тратить время в розничных магазинах, от этого не деться. Во-первых. Во-вторых, осталась все равно потребность и необходимость прийти и получить консультацию. Это касается как фэшена, так и электроники. На самом деле, это до сих пор необходимо. В дальних регионах, да, в дальних регионах, опять же, по нашему примеру, мы предоставляем сервис и удобство. К примеру, вот буквально недавно мы праздновали открытие пятитысячного пункта выдачи заказов. Он находится в Мурманской области. Вот буквально сегодня, перед началом конференции, мы запросили обновление, их уже пять с половиной тысяч. То есть мы их открываем в самых дальних удаленных регионах. При этом получается, что, естественно, то есть идет доставка последней мили, то есть нам необходимы специалисты. Идет увеличение рабочего штата, плюс, если говорить о конечном потребителе, естественно, для него это удобство, потому что у него бесплатная доставка и огромный пул выбора товаров. То есть, как видим мы с вами, зайдя сейчас на сайт, так же увидит и он. И опять же таки, если мы вспоминаем челночные времена, очень многие сейчас занялись своим производством. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то производит, еще как-то. Даже есть те предприниматели, которые отправляют свои заказы в Китай. Да, они есть, но в любом случае они сами продумывают дизайн, они сами продумывают свой продукт. И таким людям мы помогаем. На самом деле, мы открываем сейчас большое количество центров экспертиз, где мы просто на бесплатной основе учим поставщиков, учим людей, которые хотят стать поставщиками, учим людей, которые хотят стать производителями, как им быть, как работать, что такое в целом маркетинг, что такое в целом онлайн и как это работает. Фальс Султанович, знаете, у меня есть вам вопрос, я, ну, такой неожиданный, для меня в процессе сейчас возник. Есть ли какие-то оценки, как у нас развивается торговля? Возможно, это не к министерству экономики на самом данном, потому что министерство торговли у нас есть еще. Вот в связи с изменениями на рынке, в том числе интернет-торговли, с заходом крупных ритейлеров, можно сказать, что у нас там количество торговых точек, торгового бизнеса снижается? И как это отражается? Или наоборот, ничего плохого там не происходит? И как это отражается на налогах? Может быть, это тоже как-то можно такие данные у вас есть? И вы подскажете. Спасибо за вопрос. Я его немножечко уже подраскрыл. 184 тысячи татарстанцев заняты в сфере торговли. Это гигантская цифра. Это большая цифра. Это половина работоспособного населения практически. Меньше? Нет, нет. В другую. Меньше? Нет, меньше. 10%? Больше. 15%? Хорошо. У нас, где-то полнора миллиона рабочих. Я хочу сказать, что да, действительно, этот тренд есть. Этот тренд есть. Приведу пример. Небольшой муниципальный район. Вы знаете, что у нас раз в квартал глава каждого муниципального района на нашем заседании правительства, на совещаниях руководственного президента республики Руслану Галича Мениханова, докладывает о том, что было сделано за последний квартал в сфере развития малого и среднего предпринимательства. И, действительно, мы эти цифры знаем и видим этот тренд, что закрылось в муниципальном районе 12 магазинов, открылось новых 3, допустим, 2 пятерочки, 1 магнит. Из 12, допустим, было трудоустроено только половина, потому что, как правило, так вот просто найти продавца, это же его нужно отобрать, его нужно обучить. Это всегда инвестиция. А тут готовый. Прошел конкурсный отбор, значит, половину трудоустроил. Оптимизация есть. Оптимизация есть и, безусловно, мы к этому должны быть готовы. Вы сказали, Министерство промышленности и торговли, я бы еще Министерство труда и социальной защиты сказал и Министерство образования. По большому счету все правительство. Мы должны быть к этому готовы. Еще раз подчеркиваю, вызов есть. Закрыться от него и сказать, что зарыться в песок невозможно. С чем сравнить с паровой машиной вата? Если бы мы не знали уроки истории, мы могли бы совершить большую ошибку. Но мы знаем, к чему это привело. Это привело к индустриальной революции. Революция сейчас тоже происходит. Инструмент в виде интернета появился. И вот что я должен понимать? Я хотел бы немножечко в защиту коллег сказать, потому что если не зайдут наши игроки, зайдут другие. Мы видим, как идет Алибаба, как агрессивно выходит на наши рынки компания Амазон. Безусловно, и недалек тот день, мы же должны понимать, когда будут укрупняться эти компании. Я не готов сейчас прогнозировать, но и это тоже произойдет. И там будет оптимизация. Этот процесс, еще раз подчеркиваю, неизбежен. Мы должны делать соответствующие выводы и из истории, и из новейшей истории. Вот сегодня у нас была интересная встреча в виде бизнес-завтрака. Я привел пример, когда у нас появилась железная дорога в Татарстане. Она же у нас здесь появилась не сразу, были обращения к царю, чтобы она у нас появилась. Дорога идет на Сибирь, опять не через Татарстан, опять, значит, мимо. А у нас здесь Татарстан и его центр, Казанский губерний, Казань в том числе, формировался как индустриальный город. Нужны продажи, нужна доставка, нужна транспортная инфраструктура, железной дороги нет. Вот когда железная дорога появилась, это уже конец 19 века, вот это вдохнуло, дало возможности для нашей экономики края дополнительно развиваться. То же самое сейчас происходит. То же сейчас происходит. Наверное, меньше стало бурлаков на Волге. Наверное, меньше стало грузчиков. Как это отразилось? Грузчикам пришлось работу искать, так же, как и бурлакам. Какой вывод? Нужно наращивать компетенции. Я вот здесь вижу и преподавателей, с которыми мы вместе работаем, и студентов, возможно, кому-то из присутствующих сам лекции читал. Я вот к ним бы хотел тоже обратиться. Обязательно необходимо находить в себе вот силы. В студенческие годы не всегда же хочется учиться, хочется и значит, как-то возраст такой. Но нужно, получать базовые знания, те знания, которые дает нам, если здесь экономисты, экономику, и смотреть, что же у нас происходит, анализировать, делать выводы. Пройдет несколько дней, вы будете дипломированы специалистами, получите дипломы, выйдете на рынок, и каждому из вас придется доказывать право на место под солнцем. Каждому надо быть конкурентным, каждому из присутствующих. И для этого, вот правда, и коллеги сказали, наращивать компетенции, учиться, смотреть, какие есть тренды, куда развивается экономика. Для этого, наверное, мы здесь сегодня и собрались, чтобы эти вектора заточить, показать, куда мы движемся, и быть к этому готовыми. Павел Султанович оказал мне услугу, он подвел меня к теме, к которой я пока не знал, как к ней подойти, тем не менее, сейчас у меня просто замечательно по ней подходит, это уроки истории, да, была упомянута машина, паровая машина первая, и, по сути, когда мы говорим об интернет-торговле и о том мире, который он создаст, можно сказать, что это новая революция, это можно сказать, да, это труба, от которой исчезают посредники, то есть прямая доставка между производителями и потребителем. Я хочу в эту историю немножко вернуться. В 1811 году в Англии возникло движение лудитов. Это был ответ на машину, на машины, на первые фабрики, даже не паровые машины, а ткацкие, в первую очередь, производства. До этого в Англии существовала так называемая коттеджная индустрия, когда были маленькие коттеджики, целые поселки, там жили семьями ремесленники, и они вручную в основном пряли шерсть, ткали ткани, вязали чулки, и потом появилась машина. В Англии началась промышленная революция, понятно, что эти люди остались без работы, и в те годы не было ни пособий, ни каких-то не обучающих программ, выживали как могли. В 1811 году в Англии по сути случилось такое мини-восстание, которое подавлялось с войсками, эти работники этих индустриальных, коттеджной индустрии ломали машины, они считали, что это порождение там дьявола, у них были единственные мотивы, вот, но через какое-то время, через какое-то время в Англии все успокоилось, потому что, да, эти люди в итоге нашли свое место на тех же фабриках, они стали производить в гигантских количествах ткани, более того, если, например, до появления машин фабричного производства в Англии не использовали собственного хлопка, не было, хлопка, ваше производство все привозилось из Индии, где в это время были гигантские тканские мастерские, и они поставляли в Англию через социдийскую компанию, там, конечно, жесткость была эксплуатация, но тем не менее, так вот, когда промышленность была, промышленная революция свершилась, когда эти люди в Англии ощутили ее плоды, потому что действительно пошел рост уровня жизни, в том числе и у рабочих через какое-то время, не сразу, там были свои проблемы, но когда мы говорим о том, что все выиграли, мы забываем о тех частях мира, которые проиграли. Этой частью мира стала Индия. Вот в одиннадцатом году случилось восстание лудитов, движение лудитов, а в 1834 году губернатор, генерал-губернатор Индии лорд Уильям Бентник сообщил, равнина Индии белеет костями замышленных тачей. То есть масса людей, в Англии, да, было все хорошо, но там, куда пришло какое-то промышленная революция, кто-то не выиграл, кто-то не проиграл, и проиграли очень жестко. То есть все гигантское ткацкое производство, ручное, мануфактурное, которое было в Индии, оно было выбито, разорено, и по сути люди были обречены на голодную смерть. Вот это как раз описывается в той истории. Это я к тому, что рынок жесток, капитализм жесток, и когда мы говорим о том, что мы все выиграем, мы не все выиграем. Я поэтому подчеркнул, наша страна не является страной-производителем, теперь, к сожалению. И наша страна является страной периферии, как была отчасти Индия в те времена. То есть есть центры промышленные, а есть периферии, где рынки сбыта и товаров. Когда к нам заходит Алиэкспресс, я подозреваю, это ваши конкуренты, причем более чем серьезные. И когда исчезают цепочки посредников, которые хотя бы немножко от этой трубы отщипывали, но тем не менее это деньги ушли в экономику. Теперь это исчезает эти посредники, появляется гигантский Китай с товарами, который может удалить любой спрос. И я не скажу, что меня эти перспективы прямо вот так воодушевляют. Я могу ошибаться. Возможно, мы своей российской хитростью что-нибудь придумаем, но пока я не вижу, как это будет происходить, потому что я не вижу здесь мощного промышленного производства, я не вижу здесь товаров наших отечественных, даже в ваших магазинах, потому что я говорю, когда я видел Кукмар, я прямо тут наконец-то наши, и давай звонить товарищам, хочу их услышать, спасибо им. Вот, и вот к чему я говорю. Мы сейчас уже подведем итоги, будет подойти итоги. Я хочу узнать у вас, какие вы видите через 50 лет этот мир, вот, в связи с вашим развитием. Хорошо, не через 50, через 20. Молодежь уже активно в это время войдет в самый цвет, что называется, свой творческий производитель. Можно о тем поговорить. Посмотрите, относительно того, что вы говорите, это немного российских производителей. Да много их на самом деле. И здесь в первую очередь все от людей зависит. Вы не представляете, какой бешеной популярностью пользуется та же самая ручная работа. Банально, какие-то варежки, посуда, которая расписывается регионами, в зависимости от культуры. Обратите внимание, сейчас даже можете зайти на сайт, приятно, что вы наш пользователь. Зайдите, обратите внимание, есть новая вкладка, она появилась буквально, может, недели три назад, сделана в моно. То есть, это продукция, которая сделана, произведена нашими соотечественниками в моногородах. То есть, это означает все-таки то, что даже, так скажем, город, который основан вокруг одного предприятия уже начинает развиваться, уже начинает расти производство. Да, иногда прибегается к закупкам тканей, фурнитуры откуда-то из-за границы, но самая главная суть в том, что производство в России налаживается. Если мы же в частности проговорим про вход Алиэкспресса и все, что с этим связано, на самом деле здесь, чтобы нам расти и развиваться, нам опять же здесь отчасти нужна помощь нашего правительства. Потому что Европа уже более жестко начинает реагировать на беспошлиные посылки, которые идут с Китая. У нас пока что еще до этого не идет, но слава богу у нас уменьшен уже порог. Опять же это отчасти удар по экономике. Почему? Потому что не платится ни НДС, не платится ни ввозная пошлина. В отличие от нас, мы допустим являемся прямым аппартером, мы ввозим свои товары, которые мы заказываем в Европе, мы ввозим его самостоятельно, естественно, оплачивая все пошлины, оплачивая НДС, достаточно колоссальные суммы, хочу сказать, по итогам года. И опять же, когда просто экспортная пошлина превратится в ноль, то есть нельзя будет заказать товар, не оплатив ни пошлину, НДС, вот тогда это будет еще очередной стимул и для российского потребителя, и для российского производителя заниматься всем и здесь. Да, я, наверное, дополню. Я, наверное, дополню, полностью присоединився к тому, что, все-таки, возвращаясь к потенциалу, я считаю, что не нужно недооценивать потенциал именно российских производителей. Буквально несколько факторов, мы не так давно запустили процесс технологии ФБС, когда маленькие производители сами со своих остатков упаковывают заказы и привозят к нам в систему доставки уже свои товары. Я скажу так, тот рост, который это дало и количество людей, которые пришли, а это люди, ну, вот я сейчас смотрю, там, половина зала там, скажем так, находится в, скажем так, в айфонах, там, в самсунгах, в смартфонах, это аудитория там, инстаграмеров и так далее, и так далее. Это реально маленькие люди, там, каждый, каждый, как маленький предприниматель, которые, там, продают одежду, там, еще что-то, еще что-то, и, и, фактически, там, мы все даем им возможность развиться, и потенциал огромен, поэтому я бы не был, честно говоря, там, столь скептичен, конечно, там, когда мы говорим Китай, огромная производственная машина, там, не забываем, что там, не 150 миллионов населения, а там несколько миллиардов, тут нам всем нужно работать над населением, в том числе, как бы, и все будет двигаться вперед, поэтому я полностью поддерживаю в том, что будет развиваться, безусловно, наверное, там, на уровне правительства, там, нужно быть чуть более, скажем так, активным с точки зрения, там, скажем так, того же самого кроссбордер торговли, и это будет давать толчок к развитию изнутри, поэтому я гораздо более оптимистично смотрю на эту составляющую, и уверен в том, что будущее впереди. Два урока новейшей истории. Капитализм действительно тяготеет к монополиям. Урок истории из Америки. Компания Walmart, крупнейший ритейлер Америки, выходя в маленькие города, невольно становилась их палачом. Они заходили в небольшой город, все жители небольшого города начинали ходить в Walmart, потому что по таким ценам такой ассортимент, нельзя было больше нигде найти. Через несколько лет малый бизнес этого небольшого города умирал. В городе оставался Walmart, больше ничего. После этого компания Walmart, в какой-то момент, так как малый бизнес, естественно, создает рабочие места, создает какое-то экономическое движение, компания Walmart, когда делала переоценку важности этого города для своей компании, увидела, что обороты падают, население беднеет. И она постепенно сокращала мощности там, а в конце концов просто уходила оттуда, оставляя после себя выжженную скорлупу без своего бизнеса и без возможности каким-то образом там выжить. Это как совершаются ошибки в новейшей истории. Как совершаются правильные действия. В том же самом Китае сейчас есть, например, такой пример, как там можно работать. При предзаказе определенной модели определенного популярного инфлюенсера, например, есть какой-нибудь блогер, который продает свою коллекцию одежды. Эту коллекцию можно предзаказать и через буквально несколько секунд, я не преувеличиваю, через несколько секунд после нажатия кнопки заказ оформить, этот заказ начинает производиться на той фабрике, на которой он должен будет произвестись. И через буквально там 7-9 дней он уже доезжает до покупателя. Экосистема, которая создана в Китае, это не экосистема производства. Это экосистема всей цепочки бизнеса. И именно этим путем, мы в частности, как Яндекс.Маркет и Сбербанк, хотим пойти создать экосистему, потому что именно экосистема позволяет достигать максимально оптимального расходования твоих ресурсов. Есть экономическая специализация. Кому-то выгоднее всего заниматься логистикой и его на эффекте масштаба, как сказали коллеги как раз, на эффекте масштаба их логистика, разумеется, такие затраты по логистике, которые несут они, не может нести никто другой. У всех других они будут в разы выше. Кто-то наиболее специализируется на производстве товаров. Это проблема курицы и яйца. Нет экосистемы, нет производства. Мы создаем экосистему, появляется производство. Представьте себе, не знаю, в моей голове все время крутится пример монолитной мебели. Один стол из которой, вот эти красивые столы деревянные, стоящие в кофейнях, который стол может стоить несколько десятков тысяч рублей. Но неужели, если у фабрики, например, у пелорамы, не будет возможности этот стол по щелчку пальцев за три дня доставить в другой конец страны, неужели она не будет заниматься производством? Зачем ей продавать готовую древесину, если она может заниматься производством готового продукта? Поэтому это курица и яйцо. И, соответственно, чем больше эта экосистема, тем более она настроена между собой, чем большее количество связей внутри нее. Не связи между посредниками и тем, кто перепродает, а связи между разными участками бизнес-процесса. Тем более она успешна. И, соответственно, мы ее сейчас активно создаем. То есть это будет способ, в том числе, обойти в каком-то смысле этих гигантских производителей, которые построены в Китае, в других странах. В том числе. Ну, наверное, нам покажем. Ну, хорошо. Так, есть вопросы у нас, да? Так, давайте начнем с дамы. У нее ближе микрофон. А потом я передам вам обязательно. Ксения Жаркова, в реальное время. Можно узнать объемы инвестиций в хабы? Сколько денег вложите? И каковы сроки окупаемости? Спасибо. Я могу начать с нашей стороны. Я, с вашего позволения, не буду прям точную цифру называть. Я скажу следующее. В том, что инвестиции в хабы – это миллиардные инвестиции. Потому что все зависит от размеров хабов, хаба, оборудования, технологии и так далее. Мы, скажем так, будем делать хаб в несколько фаз. Ну, и еще раз скажу, это миллиардные инвестиции в строительство, в технологии, в оборудование. Если говорить с точки зрения сроков, то уже было сказано ранее в том, что мы планируем во втором квартале следующего года уже фактически начать операцию. Работать. Работать, да. Ну, я здесь коллегу поддержу на самом деле. Точной цифры сказать не могу, но это, к сожалению, да. Это миллиарды. То есть это достаточно большие инвестиции, естественно, и в землю, и в стройку. А сроки окупаемости? Ну, учитывая экономическое положение, то, что это ТАССР, я так думаю, что это порядка 10 лет. Я, скорее всего, никакой новой информации не скажу. Я согласен с коллегами. Это действительно миллиарды. Это считанные года. Не десятки, но года. Да. Так, у меня вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Айрат Сумбадуллин. Я сооснователь Эко Казани Экспресс, маркетплейса из Казани. Мы продаем в 15 городах России. У меня, наверное, вопрос к Фариту Султановичу. Мы также работаем с тысячами, сотнями, сейчас уже практически тысячи у нас предпринимателей. Какие могут быть меры поддержки для предпринимателей, которые работают с маркетплейсами? И, может быть, такие меры поддержки будут именно для предпринимателей из Татарстана? Спасибо. Спасибо, Айрат, за вопрос. Меры поддержки для предпринимателей, я вам отдельно могу, наверное, сейчас не будем занимать время, я их доведу. Можете посмотреть на нашем портале, на нашем сайте, на сайте фонда поддержки предпринимателей. Мы сейчас, причем, делаем такой интересный агрегатор, который в себе объединит меры поддержки, которые выходят за рамки Министерства экономики. Но тут просто кто хочет, тот найдет. Мы пошли чуть дальше. Мы поняли, что в какой-то момент мы не очень конкурентны на рынке. Меры поддержки есть, они льготнее по ставкам, но они дольше по получению. Мы сейчас оптимизируем ряд бизнес-процессов. Выявили у себя, что ряд бизнес-процессов по предоставлению того же кредита, или у нас сегодня директор гарантийного фонда, Тимир Галеев, он докладывал, что то, что мы раньше за месяц принимали решение, сейчас можем за сутки поручительство дать в этом направлении работы. Важный аспект, который вы затронули, это новый рынок. Это не совсем новая отрасль, но чтобы сейчас не углубляться, давайте назовем новую отрасль, которая здесь написана, онлайн-торговля. Фактически, пусть будет так, к которой мы сейчас должны вместе с вами подготовиться. и в том числе путем создания программы по интернет-торговле. И она тоже очень широкая, она очень широкоинтегральная. Это и обучение, причем не только поставщиков, принимателей, но и покупателей. Вот мы сегодня уже касались темы цифровой гигиены. Каждая из компаний, она уже представлена в Татарстане. Фактически, есть хап или нет, она уже представлена в Татарстане. Какая-то компания, вот одну буквку добавит в их название, и на рынок выйдет, и окажется, что компания, ну, такого, амунтеррористического склада. И все это перечеркнет, средства массовой информации поддержат, скажут, что да, здесь выходить нельзя, там одни мошенники. Это такой инструмент осторожный. Вот, наверное, присутствующая аудитория, в основном, молодежь. Я думаю, что можно тут руки поднять, кто ни разу онлайн не покупал ничего. Вот, ни одной руки. То есть все покупали. А можно поднять, кто хоть раз на мошенника напал в интернете. То есть покупал, и вот обман был. Не товар не вовремя, не тот товар. Есть такие? Вот видите, уже есть немножечко. То есть я хочу сказать, что и здесь мы должны подготовить, как институционально, как вот правительство, так и вот работа непосредственно с школа, там, института, училища, общества. И также мы должны готовить и потребителей. Вы, вот, я благодарен тому, что вот вы, конечно, есть на нашем площадке Татарстана. Вы разогреваете эту, значит, систему. Я в свою очередь хочу сказать, что и правительство Республики Татарстан тоже есть интернет-площадка. Она называется маркетинговый центр или агентство госзаказа Республики Татарстан, между прочим, единственная на территории всей России, которая имеет территориальную принадлежность. Субъектовых других площадок их просто нет. Мы тоже на ней работаем и тоже разогреваем рынок. Я вам могу привести ряд цифр, когда президент Республики Татарстан в марте этого года подписал указ о поддержке продвижения товаров местных производителей посредством нашей площадки. За первый месяц у нас было всего 30 договоров новых. Сейчас это тысячи. То есть, да, это нужно раскачивать и вам. Но другой вызов, он и вам, и нам, и коллегам, которые сегодня приехали, это то, что начнется дальше уже такая тоже конкурентная борьба. И косты уменьшать, и, значит, там, шире выходить на другую аудиторию, ближе идти к покупателю, ближе идти к продавцу, то есть, больше сервиса появится. И в этом направлении, конечно же, тоже мы, как я уже говорил, не хочу просто повторяться, мы должны, зная это, предвосхищая это, быть просто к этому готовы. У нас еще один вопрос. Один вопрос как от производителя медицинских изделий, второй как от частного леса. Вот первый вопрос. Если я иду на сайт Алибаба, Алиэкспресс, я уже вижу там, кроме товаров народного потребления, я могу найти там шовный материал, там винты, пластины для лечения костных переломов и заказать это и приобрести. Ничего такого на ваших сайтах я пока не вижу. Планируете ли вы расширение сектора вот в направлении этой продукции и нового потребителя, а это могут быть там, ну, допустим, частные клиники, я не знаю, частные пекарни, что-то еще. И второй вопрос, как частного пользователя вашими системами. Хочу спросить, насколько ревниво, добросовестно вы отслеживаете политику, так называемую политику, честный отзыв. Вот для нас всех это, я думаю, очень актуально. Во-первых, категории такие на сайте уже в принципе присутствуют. Может быть, нет какого-то там точечного определенного предмета, который вам необходим. Да, здесь уже вопрос. И надо смотреть, насколько в целом поставщиков в стране есть по этой продукции, насколько она производится, в целом проверить ее спрос. Если по отзывам, на самом деле мы отзывы никогда не удаляем, за исключением, естественно, у нас они проверяются на нормативную лексику. Все остальное в общем порядке отправляется на сайт, и даже если у нас поставщик начинает писать, звонить на горячую службу с просьбой удалить отзыв, так как он с ним не согласен, нет, такого не происходит. Если там соблюдена нормативная лексика, все остальное будет на сайте. Каких-то заказных отзывов у вас не бывает? Нет. У вас не бывает? Нет. Да, у вас не бывает. Да, я, ну, с нашей стороны, я тоже, там, скажу, в части категории у нас из этой категории уже тоже могут быть какие-то товары, потому что это больше, там, двух с половиной миллионов различных наименований. Каких-то, безусловно, нет. Какие-то категории лучше развиты, какие-то меньше. И здесь мы развиваем все категории абсолютно. И нам интересно развитие, там, по всем категориям. Если говорить с точки зрения отзывов, там, полностью присоединяюсь в том, что там полностью политика честного отзыва. Никакие отзывы не удаляются. Более того, я, наверное, как человек, кто отвечает за операцию, у меня все отзывы находятся вот здесь, в этой штуке. Я их получаю онлайн, и я, на самом деле, читаю все отзывы, которые ко мне приходят по всем источникам. Из... Сердце, что ли? Да, это действительно так. Все отзывы, и отзывы на товары, и отзывы, которые приходят из всех источников, соответственно, мы смотрим, реагируем, помогаем. И, безусловно, не все отзывы, скажем так, положительные, какие-то отзывы критикующие. Мы абсолютно нормально. Обратная связь, есть подарок. Поэтому нужно брать этот подарок и с ним работать. По поводу категории, однозначно, да, приходите, просто не думайте, приходите, заходите на Беру.ру, раздел партнером, как с нами начать работу, приходите, начинайте работу. Просто короткий ответ. По поводу отзывов, я понимаю, про что вы говорите. Я понимаю, кому влазан вопрос. У нас ведется полномерная, постоянная работа, и это такая борьба, считай, мяча с проплаченными отзывами, с тем, что конкуренты начинают, значит, заниматься недобросовестной конкуренцией и оставлять негативные, абсолютно ирелевантные реальности отзывы, значит, про своих конкурентов. Мы ведем полномерную борьбу как с помощью человеческого участия и модерации отзывов, не в смысле того, что мы удаляем негативные, а в смысле того, что мы проверяем, действительно ли этот отзыв был оставлен про покупку данного товара, так и алгоритмами. Мы с помощью технологии машинного обучения вычисляем, какие отзывы на самом деле были оставлены о том, что товар был действительно заказан на соответствующем сайте или у нас, был куплен, доставлен, он какое-то время человек им пользовался, и в зависимости от этого отзыв получает определенный рейтинг доверия. Если вы зайдете на Яндекс.Маркет, например, вы можете увидеть там так называемые отзывы от проверенных покупателей. Это те покупатели, в которых мы уверены, что они этим товаром действительно купили и пользуются. Есть еще вопросы? Кто-то поднимал руку. Добрый день. Наконец-то эстафетная палка добралась до меня. Меня зовут Дмитрий Зайцев, журналист интернет-издания Казанферст. Вполне возможно, что вы уже ответили на этот вопрос, но тем не менее, обычному татарстанцу что даст открытие трех хабов? Это быстрая доставка, это снижение минимального порога, от которого идет бесплатная доставка. И второй вопрос. Появится ли дополнительная вкладка какая-то для региональных производителей, я не знаю, каких-то фермерских продуктов, как это есть у Казан-экспресса, собственно? Спасибо. Ну, смотрите, опять же, про какого казанца мы говорим? Мы про потребителя говорим или все-таки про потребителя? Да, уменьшится плечо доставки, естественно, доставка будет осуществляться в течение 24 часов. Доставка бесплатная всегда, вне зависимости от того, заказан это макбук или набор заколок для волос, к примеру. То есть, нет никакого минимального порога, и на данный момент его тоже нет, вы также можете заказать, вам также это привезут. Выбор товара, по сути, будет тот же самый. То есть, Казань, допустим, она находится сейчас в центральной геопозиции, поэтому доступен товар со всех складов, со всех регионов. Просто надо, естественно, понимать, что если товар пойдет с новосибирского склада, он при всем своем желании, на следующий день сюда доставлен не будет. Если же товар будет находиться здесь, на складе Зеленодольск, то, конечно же, на следующий день вы его получите. Я дополню, условно, сроки доставки, то, о чем коллеги сказали. Это гораздо, наверное, так правильно сказать, более широкий ассортимент с быстрым сроком доставки. Это возможность запустить и сделать доставку день в день с дальнейшим развитием, скажем так, и скорости доставки в несколько часов. И второй очень важный аспект в том, что мы дадим преимущество для локальных продавцов, производя товар здесь, в республике, фактически привезти его в нашу логистическую систему здесь, а мы уже дальше его сможем распространить по всей стране. Соответственно, не придется ехать в другой регион, ввести товар в Москву, чтобы его сдать, а мы сможем здесь все это локально сделать. Ну, я не буду повторяться, добавлю про аспект, который нам кажется очень важным. Ну, собственно, открытие таких крупных хабов, в том числе мы нацелены на это как Яндекс.Маркет, это в первую очередь сравнение и рядовой покупатель должен быть убежден, что то, что он находит именно по той цене, по которой он находит и покупает, это выгодное предложение. Он не должен тратить свое время и ходить по другим сайтам сравнивать предложения и мы раз за разом нацеливаемся на то, чтобы иметь наиболее ассортимент, наиболее широкий ассортимент низких цен на своей площадке, потому что мы прекрасно понимаем важность каждой, каждых 100 рублей, которые человек дополнительно тратит на товар и поэтому, соответственно, в первую очередь низкие цены, конкуренция ценовая на площадке позволит, чем дальше, чем больше она будет, тем больше будет пользы простому потребителю, но и во вторую очередь еще и, собственно, действительно гигантское наличие товаров. Все товары на одной площадке и мгновенная возможность их приобрести. Ну и технологии на самом деле позволяют, добавлю коллег, уверен, у них это тоже есть, технологии позволяют совершенно спокойно предсказать большую часть, подавляющую большую часть спроса и сделать так, чтобы все товары, которые вы захотите, были доступны вам в течение 24 часов и мы это тоже делаем. Независимо от, то есть не нужно будет с Новосибирска вести, просто действительно то, что вы закажете с 99% вероятностью будет лежать на складе в Казани. У меня вопрос есть представителям Казанского федерального университета, в частности, вот Дмитрию Михайловичу. Дмитрий Михайлович, думаю, что мы делаем для этого все и прекрасно студенты наши это знают, у нас есть полная создана вся инфраструктура для получения нашими студентами знания, то есть мы фактически формируем как специалистов, которые создают программные продукты, есть, и мы также создаем плеяду так называемых умных потребителей. Для этого у нас есть в участии больше двух тысяч студентов IT-технологий, у нас есть подходы по развитию программ предпринимательства, когда мы студенты всех специальностей обучаем технологиям интернет-маркетинга и другим технологиям, которые связаны с IT-продвижением. Спасибо. Мы уже немножко перебрали по времени, но разговор был интересный, я думаю, что многие узнали что-то новое. Действительно, получилась дискуссия, по-чуть спор оставили нас заинтригованными по поводу будущего уже не торговли, а даже интернет-торговли. А в конце я хочу сказать такую маленькую осану спеть старому уходящему миру торговлю, больному миру, который был очень давно и немножко связан с Тарстаном. Этот мир называется Монгольская империя. Это 13-14 века нашей эры. Монгольская империя после завоевания создала государство, создала территорию, которая была лишена разбойничества, была лишена преград внутренних пригородок. То есть, это появилась труба, опять та же самая, только если сейчас мы говорим о посредниках, то тогда это были разбойники, границы государств. И это и от Китая до Европы была по сути зона свободной торговли. и это привело к величайшему расцвету, в том числе и в Западной Европе, в том числе и Китая, потому что товары могли перемещаться из одной части континента в другую часть континента, без всяких рисков, приводило к большим доходам купцов, посредников. На этом расцвела Италия, итальянские города, государства, Венеция, Гена. И эта торговля рухнула в один не очень, наверное, прекрасный миг. Это случилось, когда наступила великая чума, и после этого связи между Востоком и Западом тогдашнего мира прервались на долгие-долгие даже столетия. Это все ударило и по экономикам, это все ударило и привело к разорению и к бедности. Это я к тому, что торговля это скажем так, на торговле построена человеческая цивилизация, на торговле построена человеческая история. То, что она видоизменяется, то, что появляются другие способы, формы, то, что это все приведет к каким-то фундаментальным изменениям, которые мы на самом деле пока даже где-то предсказать не можем. Как это нам скажется в завтрашний день, мы еще не знаем. Я есть риски, о этих рисках мы сегодня поговорили. Есть перспективы, о них мы тоже поговорили. Я хочу в окончании пожелать всем участникам дискуссии удачи, пожелать нашей республике процветания ее жителям и пожелать гостям этой студии успехов в своих начинаниях, в том числе и в будущих бизнесах или настоящих бизнесах, в том числе и на площадках интернет-торговли. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ